Власти региона России проведут встречи с населением для профилактики беспорядков. На Забайкале необходимость таких разговоров о главном губернатор Александр Осипов объяснил угрозой, цитирую, врага в лице коллективного Запада, который, по его словам, стремится разобщить российское общество. Так российская власть пытается подавить потенциальные массовые протесты в России, которые недавно вспыхнули в Башкортостане. Премль будет подавлять это железной рукой. Это единственная их стратегия. Они никогда не пойдут на уступки. Ситуация в России, как мне кажется, похожа, можно сравнить с горящим под землей торфом. Вот торф горит, а сверху это не видно. Только иногда вот здесь прорвалось пламя, здесь прорвалось пламя, да, и так далее. Вот точно так же это в России. Поддержавший протесты башкирский певец Алтынай Валитов покинул Россию из-за угроз. Ранее полиция разбила окна в его доме и провела обыск. Во время протестов против приговора башкирскому активисту Фаилю Алсынову певец опубликовал обращение, в котором назвал Алсынова героем, а причину протестов увидел в российском национализме. Башкир, по его словам, ущемляют на каждом шагу. Против меня идет массовая травля. Как только не переиначивают мои слова. Пожалуйста, не поддавайтесь. Да, я убежал. Иначе тюрьма. 15 лет. Так мне сказали. Суд ничего не решает. Адвокаты не могут ничего добиться. А что бы вы сделали на моем месте? Все, что я сказал, я сказал. Теперь не вернуть. Да, моя красивая жизнь перевернулась вверх дном. Но такие слова в такое тяжелое время кто-то должен был сказать. Алтынай Валитов, башкирский певец. Из статьи издания «Важные истории». Жители Якутска оштрафовали на 20 тысяч рублей за призывы выйти на митинг из-за убийства земляка. 22 января сотни жителей Якутска, это столица республики Саха в Восточной Сибири, вышли на несанкционированный протест из-за убийства местного жителя мигрантом из Таджикистана. Требовали ужесточить контроль за приезжими. В результате были задержаны десятки митингующих. В ночь перед митингом в работе мессенджеров Телеграм, Ватсап и Вайбер произошел сбой. Большое число жалоб на работу сервисов поступило из Якутии. Глава региона Айсен Николаев обвинял в организации митингов провокаторов, в том числе сидящих за границей, которые собираются разжечь конфликт, посеять вражду. Из статьи издания «Медиазона». Контроль во всех отраслях в России только усиливается. Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов предложил проверить все региональные учебники по краеведению на исторический экстремизм. Чиновнику не нравится националистические настроения мигрантов. Поэтому, по его мнению, лучше стереть историческую память малых народов, дабы предупредить в будущем их желание стать независимыми от России.